Прослушайте промо-программу «Прямая речь». Известные политики, бизнесмены и деятели культуры отвечают на самые острые вопросы аудитории и дают комментарии на самые волнующие темы. Здравствуйте, я Абекалки, и я приглашаю вас на ток-шоу «Прямая речь». Слушайте по четвергам с 17 до 18 часов. Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Продолжаем работу прямого эфира. И сейчас у нас посредством скайпа из Брюсселя на связи консультант Европарламент, который представляет вот эту группу зеленых «Свободный Европейский Альянс». Алексей Димитров, добрый вечер. Добрый вечер. У вас в Брюсселе, да. Может быть, я такой сначала вопрос задам, наверное, базовый. Я думаю, что часто вам знакомые, наверное, у вас спрашивают. Вот как изменилось представление о правах человека, в том числе, я не знаю, о международном праве, вот в свете этой пандемии и необходимости, наверное, в большинстве стран Европейского Союза не только вводить те или иные ограничения, фактически, свобод людей, но и даже вводить чрезвычайное положение, чрезвычайную ситуацию. Ведь не только в Латвии она введена. Вот, может быть, несколько слов об этом. Может быть, вообще после этой пандемии изменится вообще представление о правах и свободах человека? Такой риск действительно существует, но надо сказать, что этому уделяется достаточно пристальное внимание и среди академиков, и среди политиков. В частности, Европейский парламент буквально на позапрошлой неделе принял доклад о том, каким образом нужно надзирать за тем, чтобы какие-то меры во время пандемии не противоречили защите прав человека, демократии и принципам верховенства права. То есть, конечно, защита общественного здоровья является легитимным основанием для того, чтобы права и свободы человека ограничить. Но в то же самое время здесь действует такой принцип, который называется принцип пропорциональности. То есть, если мы ограничим, допустим, право на свободу передвижения, право на семейную и частную жизнь, например, то всегда нам нужно насмотреть и на то, чтобы вот эта принимаемая мера действительно была необходима для защиты здоровья, и чтобы она была соразмерна, чтобы та польза, которую общество получает, была больше, чем ограничение прав. Ну, конечно, всегда это вот вопрос оценки для политиков, вопрос оценки для судебной власти. То есть, в каждом конкретном случае надо смотреть, насколько такая мера необходима. И я сам участвовал в таком научном проекте, когда пытались обобщить вот эту вот оценку различных мер, принимаемых в разных странах, и насколько они, допустим, соответствуют защите, принципам защиты прав человека. Ну, например, когда было вот это вот, вот эти ограничения в связи с чрезвычайной ситуацией в Латвии весной, с моей точки зрения, там несколько пунктов были спорные. Первое, это ограничение действия Европейской конвенции по правам человека и Международного пакта о защите гражданских и политических прав. То есть, такую меру приняли не все государства, кроме Латвии, это была еще и государств ЕС, была Эстония и Румыния, которые пошли на те же самые меры. И тут такой вопрос всегда, который вызывает достаточно большие дискуссии. Действительно ли, когда нам нужно ограничивать действия международных документов, зная о том, что все равно вот этот, допустим, Европейский суд по правам человека может с этим ограничением все равно не согласиться. То есть, с одной стороны, это может быть плохо, а с другой стороны, это может быть и хорошо, потому что мы точно знаем, вот как государство честно говорит, что оно собирается ограничивать. В других ситуациях, может быть, такой декларации нету, но государство все равно ограничивает права и свободы, и создается иллюзия, что все равно международные документы действуют в полном объеме. Вот это вот такой вопрос для дискуссий. Второй момент, который я отмечал, это то, что слишком сильно были ограничены права на проведение митингов и пикетов. Ну, например, есть такое понятие, как одиночный пикет. И даже если у нас есть эпидемия, одиночный пикет вряд ли представляет какую-то угрозу для, скажем, эпидемиологической ситуации, потому что там стоит один человек, не может никого заразить. То есть, вот это вот была слишком такая, на мой взгляд, ограничительная мера в Латвии. Но третий момент, это когда вводятся такие ограничения, которые никак нельзя связать с эпидемиологической ситуацией. Ну, например, весной это был запрет азартных игр в интернете. То есть, как это связано с эпидемиологической ситуацией, никак не понятно. Просто вот группа депутатов в парламенте, они решили, что это вот хороший повод для того, чтобы ограничить, допустим, свободу бизнеса в этой области. Но в общем и целом я должен сказать, что на общеевропейском фоне вот эти ограничения, которые вводились в Латвию, в Латвию они ни весной, ни вот сейчас осенью не выглядят такими, которые выходят за какие-то рамки по сравнению с другими государствами Евросоюза. Некоторые государства заходили гораздо дальше. Там, допустим, та же самая Венгрия. И поэтому с этой точки зрения, наверное, в отношении Латвии не было таких упреков со стороны органов, которые надзираются о соблюдении прав человека. Вот если мы говорим о работе Европарламента, наверное, многие радиослушатели слышали, что Европарламент, та же, как, к примеру, наш Сейм или теперь уже Рижская Дума, ушли вот в удаленку, если так можно сказать, и работают виртуально. Вот это как-то повлияло, не знаю, на качество работы Европарламента? Может быть, вообще рассмотрение документов замедлилось? Потому что даже в Сейме говорят о том, что да, все стало намного медленнее. Да, безусловно, потому что, конечно, нам пришлось изобретать какие-то новые процедуры, какие-то новые методики, например, то же самое программное обеспечение, чтобы можно было голосовать дистанционно. Потому что тут мы не можем просто полагаться на какие-то уже существующие механизмы, необходимо обеспечить, чтобы это голосование действительно было честным, и мы могли убедиться, что с другой стороны компьютера действительно сидит конкретный депутат Европейского парламента, который голосует, а не кто-то другой. И второй момент. Пандемия совпала с таким достаточно оживленным периодом в жизни Европейского Союза, поскольку весь этот год были дискуссии о принятии нового бюджета на следующие 7 лет. Вот это долговременная бюджетная рамка Европейского Союза. И в обычные годы без всякой пандемии замедляется рассмотрение других актов, потому что все внимание уделяется вот этому бюджету на 7 лет. Одновременно парламент и Совет Европейского Союза, где заседают министры от государств, они пробуют договориться о всех вот этих программах, о всех еврофондах и количественно, и качественно, по каким принципам будет проходить освоение денег. И поэтому это всегда достаточно непростой период. И, конечно, пандемия, она тоже вносит какие-то свои коррективы. Но, тем не менее, я должен сказать, что вот по всем срочным вещам, ну, по крайней мере, вот начиная с сентября, Европарламент нашел ту методику, которая позволяет ему действовать дистанционно достаточно эффективно. То есть, да, приходится определять какие-то приоритеты, но законодательная деятельность продолжается. Да. Вот, Алексей, я знаю, что вы недавно в Фейсбуке поместили такую информацию, что послы стран Европейского Союза в Брюсселе одобрили такой проект директивы, регулы, который позволяет блокировать вот эти платежи из европейского бюджета в отношении тех стран, которые нарушают вот эти принципы, я не знаю, верховенство закона, так, наверное, можно перевести, или принципы права. Вот что это такое? И это не намек ли это на Венгрию, Польшу или на целый ряд других стран, у которых есть проблемы с правовой системой? Формально, конечно, намека там нет, потому что этот механизм, как планируется, будет действовать в отношении всех стран Европейского Союза. Но, конечно, поводом для принятия стало именно недовольство со стороны органов Евросоюза тем, как были проведены реформы системы правосудия в Венгрии и Польше. То есть не секрет, что в этих странах после смены политической власти в Венгрии, это был 2010-2011 год, в Польше попозже, но в принципе не скрывалось, что решающие власти партии хотели обеспечить свое влияние на судебную власть с помощью вот этих вот реформы системы правосудия, и Европейский Союз начал искать решения вот для этой новой проблемы, потому что никогда раньше с ней не сталкивался, а что делать с государствами, которые вот откровенно пытаются подчинить судебную власть законодательной и исполнительной. И тут много разных проектов было в этой области, какие-то начали работать, какие-то нет, но в частности через какое-то время, после того, как были какие-то политические такие призывы отказаться от такого воздействия на судебную власть, эти призывы не сработали, началась законодательная работа, и в частности вот появилось такое коллективное решение, что если государство все равно продолжает гнуть свою линию, то может быть есть хотя бы смысл защитить трату денег из европейского бюджета. То есть мы не можем вмешиваться в то, что государства делают со своим собственным бюджетом и насколько эффективен вот такой политически зависимый судебный контроль национальных расходов, но по крайней мере мы можем попробовать защитить европейский бюджет от нецелевых трат, потому что, ну как известно, и европейская правовая система, она немного децентрализована, в том смысле, что если возникает какой-то спор о трате европейских денег, в первую очередь его рассматривают национальные суды, а не суд Европейского Союза, то есть дело может дойти до суда Европейского Союза, а может и не дойти. И в 2018 году, когда Европейская комиссия разрабатывала вот этот новый бюджет на 7 лет, там в частности она предложила и вот такой регламент, что в случае, если выполняются два условия, первое, мы приходим к выводу, что нарушается принцип верховенства права, например, путем угрозы независимости судебной власти, и второе условие, что это как-то связано с бюджетом Европейского Союза, то тогда можно было бы вводить вот такие санкции, в частности замораживание выплаты денег из Еврофонда в конкретному государству. И вот сейчас, в принципе, законодательная работа над этим почти закончилась, то есть Европарламент и Совет Европейского Союза пришли к единому пониманию того, как этот текст должен выглядеть, но Польша и Венгрия с этим соглашением решили не соглашаться, извините за таптологию, и поэтому в отместку вот этому решению Совета, где достаточно квалифицированного большинства государств, они решили заблокировать вот весь этот бюджет Европейского Союза на 7 лет и вот эту новую программу помощи по ликвидации последствий пандемии. И для того и другого документа нужно единогласие, и действительно это такой большой кризис, с которым вот сегодня вечером будут пытаться разбираться на уровне глав государств и пытаться надавить на Польшу и Венгрию с тем, чтобы они все-таки свое вето сняли. Ну, в принципе, вот этот вот фонд помощи пострадавшим от пандемии, это напрямую касается Латвии тоже, мы тоже надеемся получить вот эти средства. Да, там весь этот фонд помощи, по сути, он состоит из 750 миллиардов евро, которые планируются распределить достаточно короткие сроки, и там часть этих денег, она предназначена, как бы еще не распределена между странами, она будет предназначена на те проекты, которые имеют какое-то трансграничное, общее европейское значение, но часть этих средств будет действительно распределяться по таким страновым квотам на свою, на вот эти национальные программы. Да, да, да. И то есть там сейчас планируется, что на Латвию может пойти примерно полтора миллиарда евро, вот которые как бы за Латвией зарезервированы. То есть если эта программа, если это вето не будет снято, то Европейский Союз не сможет занять деньги, чтобы пустить вот на эту программу, и соответственно есть риск, что страны Европейского Союза эти деньги не получат. Да, вот я уверен, что ты, наверное, одним глазком следишь за событиями в Латвии. Вот как оказалось, ни пандемия, ни чрезвычайная ситуация не стала помехой для тех или иных инициатив, которая, прямо скажем, нарушает права нацменьшин или ущемляет, ну, к примеру, сейчас обсуждается всеми законопроект предвыборной агитации, поправки, которая, ну, вообще не позволит больше агитировать или рекламироваться во время вот официальной предвыборной кампании в средствах массовой информации на других языках, кроме как на латышском. Иными словами, когда начнется вот этот вот обязательный предвыборный период, где КНАП отслеживает вот финансирование, то уже политики в официальной рекламе не смогут вообще обращаться, к примеру, узкоязычным избирателям на их родном языке. Да, действительно, на мой взгляд, этот проект противоречит свободе слова. И практике, допустим, Европейского суда по правам человека было несколько дел из Турции в Европейском суде по правам человека, где тоже существовал такой запрет, причем он был даже шире, то есть он касался ограничений на использование других языков, кроме турецкого, и предусматривалась уголовная санкция за нарушение этого запрета, и это уголовное наказание действительно применялось. Но, во-первых, сам Конституционный суд Турции пришел в какой-то момент к выводу, что это неправильная мера, и с того времени законодательство в Турции было изменено, но и были дела действительно в Европейском суде по правам человека, и суд пришел к выводу, что это несоразмерное ограничение свободы слова. Если же говорить о странах Европейского союза, то схожие ограничения есть в избирательном кодексе Болгарии, и эта норма подвергалась критике со стороны Венецианской комиссии Совета Европы и ОБСЕ, пока что она существует и не отменена, наверное, потому что не было таких сравнимых дел в Европейском суде по правам человека, но опять же тут интересна и политическая позиция Европейского союза, Европейская комиссия никогда по этому поводу не высказывалась, но недавно Европарламент обратил внимание на ситуацию с правами человека в Болгарии и принял резолюцию, которая не является юридически обязывающей, но выражает политическую полицию Европарламента, и там есть совершенно конкретный параграф, где Болгария призывается в соответствующей части прислушиваться к рекомендациям ОБСЕ и Венецианской комиссии. То есть, да, действительно, если такое ограничение будет принято и в Латвии и вступит в силу, можно ожидать, что будут и дела в Европейском суде по правам человека, и, наверное, органы Евросоюза тоже обратят на это внимание. Да, весной было решение Конституционного суда Латвии, может быть, для многих и неожиданное, который, в принципе, признал неотвечающим Конституцией, ну, фактически запрет на преподавание, в том числе в частных вузах, да, вот на других языках, кроме латышского, там под удар попал не только русский язык, но там определенные ограничения даже по объему преподавания на английском языке, в том числе в частных высших учебных заведениях. При этом Конституционный суд еще обратился, ну, с такими, с просьбой разъяснить, не было ли ущемления вот прав на ведение бизнеса в суд ЕС в Люксембурге. Что ты по этому поводу думаешь? И действительно ли Конституционный суд должен был обращаться с этой вот, как она называется, предъявленной просьбой, или сам мог решить этот вопрос? Ну, в принципе, это обязанность наибольшей судебной инстанции, в каждом государстве, если речь идет о интерпретации европейского права и есть какие-то сомнения, то суд обязан обратиться в суд Европейского Союза, то есть, на мой взгляд, это была совершенно адекватная мера. Там Конституционный суд, на самом деле, поступил интересно. В одной части он уже сказал, что да, видит несоответствие и призвал законодателя это несоответствие устранить, в той части, которая касалась именно Конституции Латвии, но и одновременно обратился в суд Европейского Союза, чтобы выяснить соответствие или несоответствие права Европейского Союза. И это, в свою очередь, может помочь и законодателю устранить недостатки, то есть, понять, что конкретно является несоответствием. И тут, кстати, нужно обратить внимание на недавнее решение суда Европейского Союза в деле о частных вузах, иностранных частных вузах в Венгрии, где Европейская комиссия обращалась с иском против Венгрии в суд Европейского Союза и указывала на то, что предприняты в Венгрии меры по ограничению деятельности вузов, иностранных вузов на территории Венгрии, что они могут противоречить свободе передвижения бизнеса в Европейском Союзе. И суд Европейского Союза с этим согласился. То есть, можно ожидать, что, в принципе, такое же решение может быть вынесено по этому приоритетическому вопросу Конституционного суда Латвии. То есть, соответственно, дело снова возвратится в Конституционный суд в Латвии, и он сможет уточнить, насколько, вот какие именно действия он ожидает от законодателя. Да, вот раз мы уже упомянули Конституционный суд, совсем недавно, буквально несколько дней тому назад, было такое решение, которое тоже вызвало массу споров и дискуссий, я думаю, и юристов тоже, применительно предоставление отпуска, скажем так, семье, где две женщины воспитывали ребенка. И вот суд посчитал, что интересы ребенка важнее, и даже не имеет значения эта семья в таком традиционном понимании, где мужчина и женщина воспитывают ребенка, или это две женщины. И в связи с этим уже многие юристы говорят, ну вот это только начало, видимо, Латвии придется от этой концепции традиционного понимания брака тоже отказываться. Вот если мы говорим сейчас не о моральном аспекте, не об этическом, а вот чисто о юридическом, видишь ли тут тоже здесь какие-то далеко идущие правовые последствия? Юридически, в принципе, эта ситуация была понятна, что рано или поздно, когда такое дело дойдет до Конституционного суда, если Конституционный суд, так как он обычно делает, будет следовать практике Европейского суда по правам человека, то он, в принципе, будет вынужден признать, что современное понимание защиты права на семейную жизнь в Европейской конвенции о правах человека не ограничивается вот этой вот традиционной семьей, которая базируется на официально зарегистрированном браке, то есть, соответственно, мужчины и женщины, да, как, допустим, в Латвийской Конституции записано. То есть, там были дела, допустим, против Австрии, против Италии, где Европейский суд по правам человека однозначно сказал, что, в принципе, это задача национального законодателя решать, как конкретно защищать семейную жизнь в каждом конкретном случае, но с точки зрения Европейской конвенции по правам человека, право на семейную жизнь однозначно защищает, в том числе, допустим, однополые семьи, незарегистрированные семьи, где, допустим, мужчина и женщина есть. И это задача национального законодателя обеспечить правовую защиту в той форме, в которой он посчитает это нужным. И, в принципе, решение Конституционного суда Латвии, оно заходит немножко дальше, чем, собственно, предмет вот этого иска, что достаточно часто в практике Конституционного суда бывает. Он решил не только, что конкретная норма закона о труде затрагивает право на семейную жизнь, но и вообще сам факт вот этого отсутствия любой защиты однополых семей в Латвии создает определенные проблемы. То есть, в теории, конечно, законодатель может сказать, что мы только изменим соответствующую статью закона о труде и этим ограничиваемся, но Конституционный суд дал очень четкий сигнал, что если будут затронуты какие-то другие нормы законодательства, которые касаются защиты семьи, и опять, допустим, та же самая однополая семья придет в Конституционный суд, то Конституционный суд снова признает нарушение права на семейную жизнь, в принципе, в интересах самого законодателя просто найти какой-то правовой механизм, допустим, в виде признания однополых партнерств, так как это уже неоднократно с помощью общественных законодательных инициатив предлагалось. Можно пробовать латать с каждой отдельный закон, но, наверное, с точки зрения юридической техники гораздо проще было бы принять вот отдельный закон о статусе, допустим, каких-то партнерств, и уже от законодателя зависит, там, решать, распространять эти партнерства, допустим, только на однополые семьи, допустим, на любые там незарегистрированные семьи. В принципе, об этом будет, наверное, какая-то дискуссия в парламенте в латвии. Да. Вот говоря еще о правах национальных меньшинств, именно вот сегодня, как Россием принял вот этот закон об общественных СМИ, ну, такой отдельный закон, да, где вот, в частности, большая дискуссия была в латвийском СМИ по поводу, ну, гарантии, если так можно сказать, на передачи на общественном ТВ и радио на языках нацменьшинства. И там вот в законе, в той редакции, которая была одоблена большинством депутатов, сказано, что могут быть передачи вот на языках нацменьшинств. Оппозиция, в частности, в лице согласия наставила на том, что не могут, а должны быть передачи на языках нацменьшинств. Там была очень бурная дискуссия. Одна из депутатов Дагмара Бейтнера лагала, договорилась до того, что вообще нет никаких в латвии русскоязычных интеллектуалов, там, забудьте и так далее. То есть разговор явно вышел из таких рамок толерантности. Ну вот, действительно, если мы говорим о, не знаю, европейской практике, европейском праве, все-таки общественное телевидение и радио – это то, что финансируется из денег всех налогоплательщиков. Какие, наверное, гарантии для меньшинственных передач должны быть или нет? Такие гарантии есть прежде всего в отношении тех, допустим, средств массовой информации, которые сами меньшинства состоят. То есть есть здесь и общие гарантии свободы слова, а свобода слова защищает не только содержание информации, но и форму подачи информации, в том числе и язык. То есть если я, допустим, хочу какую-то информацию распространить, я сам могу выбирать, на каком языке это делать. И, допустим, рамочная конвенция о защите национальных меньшинств, она тоже налагает на государство обязательства не препятствовать тому, чтобы сами национальные меньшинства, они, допустим, создавали какие-то собственные каналы информации. Это касается, допустим, и пресс, и радио, и телевидения. И да, действительно, могут быть легитимные меры, которые касаются лицензирования, но они не должны препятствовать вот этому праву на распространение информации на языках меньшинства. Что же касается каких-то общественных ресурсов, то здесь нельзя сказать, что есть какие-то четкие правовые нормы, которые обязывают государство финансировать или каким-то образом способствовать этим общественным СМИ на языках меньшинств. Но как бы дух вот этой рамочной конвенции, он, конечно, говорит о том, что в принципе в тех государствах, где меньшинство, этнические меньшинства, национальные меньшинства составляют значительную часть населения, наверное, это часть вот из, скажем, часть из того духа конвенции, которая предписывает государству что-то в этом направлении делать. Но нет каких-то вот четких таких юридических норм, которые обязывали бы государство вот какой-то определенный процент вещания обеспечить на языках национальных конвенций. Ну, мы просто говорим в данной ситуации о духе конвенции. Да, о духе конвенции. Я думаю, что как раз, когда вот это, есть такой специальный орган при Совете Европы, это консультативный комитет по рамочной конвенции, где есть эксперты вот из государств, которые ратифицировали рамочную конвенцию, и они регулярно оценивают ситуацию в каждом государстве, как это государство исполняет конвенцию. И, в принципе, они руководствуются таким принципом прогрессивной, прогрессивного применения конвенции. То есть здесь не может быть каких-то вот таких совершенных государств, которые полностью конвенцию применили, и все. Им дальше некуда двигаться. Они достигли абсолютного результата. В каждом государстве всегда есть что-то, что можно было бы сделать в пользу национальных меньшинств. Наверное, не всегда это какая-то четкая юридическая обязанность что-то делать, но государство, в принципе, ратифицируя конвенцию, они берут на себя обязательства регулярно оценивать, а что еще можно сделать для того, чтобы как-то способствовать полному и эффективному равенству национальных меньшинств и полному включению во все дискуссии, которые в государстве проходят. Нет такого, не знаю, ощущения или, может быть, есть определенное наблюдение, что вот с наступления вот этой пандемии, ну, политики отдельных стран Европейского Союза, может быть, под эту сурдинку, понимая, что сейчас вообще всей Европе, всему миру не до национальных меньшинств и вообще даже, может быть, не до соблюдения вот всех конвенций, а ситуация такая драматическая именно в сфере здравоохранения, под эту сурдинку начинает, ну, скажем, наступать на права национальных меньшинств. Я не имею в виду только Латвия, не знаю, может быть, упомянутые уже там, да, Венгрия, Польша, вообще на законность начинает наступать. Да, действительно, такое бывает, и именно поэтому нужно, наверное, всем вот этим органам, которые наблюдают за соблюдением прав человека и принципов демократии в целом быть достаточно внимательными и не принимать на веру любой аргумент государства, что мы что-то делаем именно для борьбы с пандемией, а оценивать, насколько предпринимаемые меры адекватны. И это касается не только прав национальных меньшинств, это касается любых других мер, которые принимаются, то есть, например, когда в каком-то государстве говорится о том, что вот нужно дать больше полномочий вооруженным силам, например, для борьбы с пандемией, это всегда вот такой сигнал тревоги, а действительно ли это нужно, не будет ли так, что пандемия уйдет, а какие-то экстренные полномочия останутся. И да, такие дебаты происходят, наверное, в каждой стране Евросоюза сейчас. Вот интересно о том, кому дать больше прав. Ну, Латвия все-таки парламентская республика, пока не имеет де юра. Но мы сейчас наблюдаем во время чрезвычайной ситуации такую интересную картину, когда все инициативы и вообще любые такие вот шаги, связанные с эпидемиологической безопасностью, предпринимает исключительно правительство. И да, потом направляются эти законопроекты на утверждение парламента, но парламент не играет какой-то либо активной роли. То есть, не они являются, как-то, не знаю, представителями вот избирателей, которые говорят правительству, что бы надо бы сделать и что не надо делать. А наоборот, правительство как бы отправляет в парламент, там дальше уже действуют машины для голосования. Ну, то есть, парламент утратил такую роль, вот, инициативу. Это нормально вообще в чрезвычайной ситуации? Или здесь есть какая-то, не знаю, угроза вот парламентской республики? Механизм чрезвычайной ситуации, в принципе, предусматривает во многих государствах то, что правительство будет более активным и парламент более пассивным. То есть, это достаточно закономерно. Но я думаю, что здесь это накладывается еще на такую своеобразную латвийскую практику, когда парламент действительно крайне редко, большинство в парламенте не соглашается с правительством. То есть, есть коалиция, которая пытается максимально принимать решения внутри и, скажем так, даже по каким-то спорным ситуациям пытается не допустить, чтобы финальное слово принадлежало парламенту. В этом смысле во многих государствах эти парламентские традиции и другие. В связи вот с нынешней ситуацией есть очень интересное исследование, то же самое вот Венецианской комиссии Совета Европы, где собираются эксперты по конституционному праву из разных стран. И они, в принципе, пытались вот как-то кодифицировать основные принципы, которых нужно придерживаться для того, чтобы не считать предпринимаемые меры какой-то угрозой демократии или правам человека. И в частности там говорится о том, что да, действительно какие-то экстренные полномочия можно делегировать правительству, в том числе полномочия принимать юридически обязывающие акты. Но один момент, то что это всегда должно быть временное решение, то есть должна быть четкая система определения того, насколько эти полномочия даются. И второй момент, это парламент должен иметь право в любой момент эти полномочия забрать или альтернативно отменить те решения, которые парламенту не нравятся. Здесь, наверное, это вопрос и латвийским парламентариям, насколько они согласны с этой моделью сильного правительства, или все-таки они не будут автоматически принимать любые действия правительства, даже в данной ситуации, и будут следить за тем, чтобы механизм парламентского контроля оставался. Но, как я уже сказал, действительно, это не только в Латвии, это сейчас во всем Евросоюзе так. Сейчас, наверное, ты обратил внимание, идет такой интересный, так даже не дискуссия, а такой скандал после целого ряда заявлений такого депутата Рижского Думана Мариса Мичеревскиса, где он фактически признал, что какое-то время назад он и другие его коллеги по этой партии получали деньги от спонсоров и затем по команде руководства партии перечисляло уже от себя как пожертвование. Ну и в связи с этим президент Латвии выступил и сказал, что, видите, это еще раз подтверждает, что было очень правильно принято решение, что партии, ну, те, кто преодолел хотя бы эти два процента на выборах в парламент, могли получать государственное финансирование, и хорошо, что его даже увеличили. Вот действительно ли, если мы говорим, может быть, о примере других европейских стран, что вот это госфинансирование, оно является, ну, нельзя сказать, панацеей, но все-таки уменьшает вот этот поток, скажем, вот спонсорских денег и зависимости от спонсорских денег. В принципе, да, и как правило, в тех государствах, где есть государственное финансирование политических партий, там более жесткие ограничения в отношении частных пожертвований. Модели здесь самые разные. Ну, и, в принципе, я лично считаю, что вот это объяснение, что вот эта модель государственного финансирования, она помогает политическим партиям избавиться от какого-то слишком большого влияния спонсоров на принятие решений, как-то демократизировать принятие решений внутри партии. И в идеальной ситуации это работает хорошо. Но действительно, такая модель работает хорошо только в тех случаях, если достаточно пристально следят за соблюдением ограничений и финансирование в обход ограничений с помощью третьих лиц, конечно, является нарушением. Тут надо сказать, что, во-первых, я, конечно, рад, что здесь, наверное, один из таких редких случаев проявления политической ответственности, что министр ушел в отставку после того, как откровенно признался, что солгал населению и собственным партнером политическим. С другой стороны, наверное, здесь как раз этот инцидент нужно использовать и для того, чтобы поговорить об ограничениях на финансирование политических партий. В частности, насколько, допустим, вот эти механизмы, которые у нас сейчас существуют, там КНАП, например, насколько он может уследить за тем, что финансирование через третьих лиц, запрет соблюдается или не соблюдается. Ну и, наверное, поговорить о санкциях, потому что в данный момент уголовная санкция, насколько я знаю, в латвийском праве существует только в том случае, если нанесен существенный ущерб. То есть, условно говоря, это финансирование через третьих лиц превышает, по-моему, 50 минимальных зарплат. Да, что-то в этом вводит. До этого порога следует только административная ответственность, и поэтому это может вводить в искушение, что, да, даже, допустим, если нарушение будет найдено и партия будет вынуждена вернуть деньги, но все равно на обвиновных лиц будет наложена только административная ответственность. Наверное, здесь все-таки есть повод поговорить о том, чтобы санкции были соразмерны нарушению. И, как я уже сказал, если у нас есть государственное финансирование, то тогда нужно сделать так, чтобы партии не получали одновременно государственное финансирование и большое финансирование со стороны спонсоров в обход указанных в законе лимитов. Может быть, такой последний вопрос, который я хотел бы задать, он, я не знаю, он не столько правой, может быть, сколько моральный, но вот ты уже упомянул, что господин Пуци, ну, поняв, что он оказался в очень неприглядной ситуации, подал в отставку с поста министра, буквально спустя несколько часов заявил о том, что, ну, а он-то был в свое время избран в парламент, уж всем он точно вернется, и сегодня он вернулся. И в связи с этим, ну, вот у многих возникло такое недоумение, а что парламент это такое место, не знаю, куда ссылают всех проштрафившихся политиков, не понижает ли это вообще, как бы, ну, авторитет самого парламента. Мне кажется, во многих странах, ну, не знаю, Швеция, это всегда приходит в первую очередь на ум, где высокие такие вот эти моральные стандарты, и если действительно политик оказался вот в такой неприглядной ситуации, он обычно вообще уходит на долгое время из политики, может быть, даже навсегда, я помню, что те министры шведские, которые уходили в отставку, но они не прибегали в парламент Швеции там отсидеться. Ну, здесь, опять же, поскольку у нас такая демократическая система достаточно молодая до сих пор, я бы сказал, что, наверное, у нас эти стандарты еще только складываются, вот, и уже сам факт того, что в обществе обсуждается, а не нужно было бы наряду с полномочиями министра и вот этими полномочиями руководителя партии, со-руководителя партийного объединения еще и сложить мандат депутата парламента, на мой взгляд, это очень хорошо. Вот, то есть, наверное, весь вопрос в том, каким будет давление со стороны общества. Если общество, допустим, сочтет, что этого было достаточно и на следующих выборах, допустим, Пуц, допустим, снова получит какую-то большую общественную поддержку со стороны избирателей, то, наверное, мы сможем считать, что, да, допустим, он прошел и очищение парламента, этого для общества было достаточно. А если там будет много, допустим, вычеркиваний и человек не получит мандат депутата парламента, то мы придем к выводу, что вот, оказывается, было недостаточно. Ну и посмотрим, чем закончится расследование со стороны КНАБ, будут ли найдены еще какие-то нарушения. Если будут найдены еще какие-то нарушения, то вполне возможно, что и со второй попытки человек, допустим, сложит мандат депутата парламента тоже. Спасибо большое Алексею Димитрову, который был на прямой связи из Брюсселя посредством скайпа. Большое спасибо. Спасибо. Всего доброго.